Хахахаха Понимаете? Вот как легко натягивается саваноглобус да? Нифига себе, ну-ка покажи, покажи Это ж надо уметь, это 90-е Да, не быть мне баскетболистом Да ладно, может еще раз? Только петушатники так могут, конечно Только нормальные парни ходят без гребней У нас есть не только проходные дворы, а у нас проходные парадные подъезды господа в городе красные у меня даже видите красная книжка в руках но правда она была в супер обложке которую я выкинул потому что всех супер обложке выкидываю такое некачественные потребители книжного товара у нас сегодня будет разговор о пропаганде в архитектуре у меня есть два маршрута один в ту сторону туда по дворам другой в эту сторону куда мы с вами сейчас и направимся здесь у нас два таких давай чтобы отойдем солнце в тенек здесь у нас два таких явления пропагандистских вот эта арка и вот эта станция метрополитена нарвская на самом деле если бы вы там оказались до 53 года то вы бы внутри увидели бы вот такую замечательную картину и этот замечательный парень нам еще будет встречаться отсюда речь про вообще непостоянство времени и бытие которое очень шатко а вот эти нарвские ворота они я вам сейчас поставлю несколько картинок как они изначально выглядели был проект изначально к варенге потом подхватил стасов и она просто была битва концепции потому что мы их еще рассмотрим чуть подальше изначально они должны были выглядеть конечно более помпесно и там должно было быть еще более больше элементов олицетворяющих силу и мощь русского оружия понятно что изначально они должны были быть посвящены и собственно потом посвящены просто посвящены позже победе нашей над наполеоном возвращению войск их сделали сначала из дерева и залеба с алебастром потом задумались о том что надо бы конечно пустить более надежный материал и стасов выступил с инициативой совершенно инновационного решения сделать соответственно основы из кирпича и облицевать это все медию медными листами представил проект николай первый лично это все утверждал николай первый все тогда лично утверждал вот я тут делал дело буду делать проект про дворцовой конюшни в петергофе он там прям тоже зажигал напалмом потому что он окончил инженерное училище и мнил себя архитектором вот так вот они выглядят я вам предлагаю на самом деле рассмотреть эту конструкцию вот пользуясь случаем что здесь можно положить эту книжку которую мы еще будем обращаться положу сюда значит во первых наверху это одна из первых работ скульптора клотта который известен нам по его коням на аничковом мосту но я тут подчеркнул по подчеркивал себе и естественно папа потерял да вот значит сегодня мы будем с вами еще погружаться в мир искусствоведения то есть как описывают это правильные люди на правильном языке вот например все вот эти вот истории чему они служат фигуры вылепленные высоком рельефе создают богатую игру светотени вносят динамическую ноту столь необходимую триумфальному сооружению слово динамическая динамика и упруги нам еще сегодня будет с вами встречаться значит дело в том что тут у нас есть войны причем бы должно было быть в два раза больше дальше у нас есть славы которые летят победы которые венчают соответственно тоже венками проходивших воинов а наверху это микс это слава победы то есть у нас есть славы есть победы эти кони остановлены на всем скаку руки богини славы победы да то есть из гении победы есть то что 5 10 все в дом все в семью как говорится и когда писались вот такие книги а это кстати очень хорошая серия всем рекомендую нужно было обязательно купить там желательно ленина или карла маркса ну вот как ты сюда ленина принесу купишь или карла маркса поэтому цвета то последняя строка в краткой летописи сражений начертанные на нарвских триумфальных воротах перекликается со словами энгельса о том что наполеон пошел на москву и тем самым привел русских понимаете вот как легко натягивается сова на глобус до казалось бы ну причем тут мать его энгелес а вот при том потому что в этих книжках нужно было обязательно конечно же ну ссылаться там начали ли в конце на на ленина на партию но тем более вообще эта местность я просто сегодня об этом не буду говорить вообще эта местность конечно связана с 9 января 1965 года прямым текстом вот и когда соответственно делали эти ворота над ними возвели огромный такой деревянный шалаш под которыми это было зимой под которыми при свете свечей работники облицовывали медными листами эти кирпичные конструкции делали они это при свечах и что а ленин президент академии художеств что стасов непосредственно архитектор они говорили кларку который руководил александровским заводом ну как выступавшим как бы сейчас сказали подрядчиком что но это пожар опасно но в итоге в какой-то момент все на хрен сгорело представляете огромнейший пожар но как писала ленин нет худа без добра потому что этот пожар он очень круто высушил кладку так вот поэтому зимой она схватилась намертво и и это соответственно триумф один триумф 2 это станция метрополитена потому что я каждый раз вот рассказываю спрашиваю людей что она напоминает в принципе это древнегреческий храм а к десятилетию победы великий октябрьской социалистической революции было возведено вот это замечательное строение это дыка который у нас сейчас носит имя горьки горького она построена по проекту архитектора александра гигела который уже тогда начинал работать связки с давидом о господи забыл фамилию но сорян подставлю здесь просто ну вы знаете да у меня когда когда огромное количество контента но вытекает из башки просто потихонечку я вам покажу вообще на самом деле как это как это здание оно выглядело на фотографиях и вы увидите что в в изначальном варианте оно выглядело более достойно чем она представлена сейчас как соответственно описываются такие вещи в нормальных книгах вот за авторством кирикова и штиглица так кстати вот здесь представлен проект дмитриева изначально от которого собственно вот вот время было тяжелое им приходилось использовать кирпич от старых зданий деревянные перекрытия железобетон был только в межэтажных перекрытиях но и так боковые корпуса включающие клубные помещения вот эти боковые корпуса слитые с театральным ядром в единый монолитный блок главный фасад во всю ширину энергично развернут по упругой дуге все части собраны как бы во единый мощный кулак вот упругая дуга я очень долго думал как охарактеризовать замечательный дом линсовета по встроенную по проекту евгения адольфовича левенсона на петроградске да он такой вогнутый это упругая дуга это не последняя история кстати на всемирной выставке в париже в 1937 году спустя 10 лет он поступил получил гран-пиль то есть на самом деле это знаковая вообще создать это первый вот дом культуры это соответственно продолжатель идеи народных домов которые были до революции а вот это вот замечательный бронмаур но эта работа она показывает соответственно революционные события это какая-то дипломная работа человека с фамилией которую я никогда в жизни не учу потому что она сорян не очень русская но здесь мы наблюдаем во-первых нам важно вот видите вот этот вот столб с двуглавого облома с решеткой это решетка которая стояла при зимнем дворце это был личный сад а потом она переехала в сад имени 9 января к сожалению мы сегодня до туда не дойдем но там были вылобаны долгое время двуглавые орлы непосредственно самой решетки а потом они были вставлены то есть здесь идет разговор о вот взятии непосредственно зимнего дворца в 1917 году а я вам покажу как этот бронмаур выглядел в некие в некие времена тоже крайне интересно там наш парень до который почему-то был сначала таким хорошим а потом стал друг нехорошим ну вот к тому что понимаете в чем сила брат сила в правде да какой нахрен правде да не нужно никому никогда правда потому что даже если взять историю но допустим нашего советского государства там все менялось в зависимости от каких-то идеологиям да ну то есть вот сталин был хренак сталин слетел враги народа оказались не враги в народа да вот выходите по амнистии но ничего что там отрабанил там 5 10 15 лет это хорошо что отрабанил а мог бы вообще быть и расстрелянными покоится где-нибудь там на львашовской пустоши или на бутовском полигоне поэтому я не знаю правда на самом деле она никому нахрен никогда не нужна ни в одном государстве ни в одном царстве вот поэтому color да color да color he speaks english да как нам сказали тут буквально на последней экскурсии мы зашли во двор какая-то тетка вылезла значит на снимать с телефоном что-то нас просил а так вы иностранцы я причем был без раки за на самом деле и со мной было там 50 с чем-то человек вот этот вот дом это тоже у нас на самом деле работа тех же самых авторов кстати я сейчас наконец посмотрю кричевский господи ты боже мой давид кричевский да всем вам известный александр гагел это вы точно знаете это у нас дом технической учебы дело в том что вообще вот здесь предполагалось да на уровне второго этажа галерея потому что ну это короче курсы повышения квалификации чтобы вы понимали и изначальный проект он был гораздо более концептуальный я во первых вам подставлю сейчас пару фотографий но вот одна на самом деле дернута вот из этого из этой книжки но проект вот если мы посмотрим с той стороны на проект конечно был более интересным извините что я употребляю слова интересный они те которые приняты в искусствоведческой среде ну во первых обратите ваше внимание что вот этот выступ он стоит на колоннах да это первый момент второй момент наверху вот там вот должно было бы стекля ну должны были быть окна они заложены но самое главное вот к сожалению нашел не нашел в интернете вот здесь это показывает смотрите как во первых вот такие скошенные лентообразные окна они здесь тоже скошены но в другую сторону и видите они идут один одно за другим и нету вот такого экспрессии нету да но самое главное смотрите как нависает вот этот элемент который кстати они совершенно логично предполагают что он перекликается созданием силовой башни построен по проекту архитектора мендельсона немецкого вот я буквально опять недавно водил экскурсию по петроградке и показывал ее это единственно что сейчас хранился завода который сейчас застроен там коммерческой недвижимостью действительно там точно такую же выразительный полукруглый силуэт в общем этого всего не случилось более того потом она еще была перестроена и поэтому конечно же вот этот нарочитый концептуализм он был похерен вот здесь нас ждет разрисованы причем аккуратно разрисованы и посмотрите клеймо усовья хима здорово здорово все нормально и слушать реально свои волосы я нет я тоже ох нифига себе ну-ка ну-ка покажи покажи надо надо уметь это 90 да ты дитя как и ядер я 80 а я 75 прикинь постарше да я постарше у тебя это реально это реально только что ставили да ну вот так прикольно да все давай бывает сюда давай братуха давай вот встретили блин 80-го года чувак по-моему даже я немножко моложе выгляжу но не все панки заканчивают бухать 18 лет как я и переключается на straight edge я много раз рассказывал пойдем туда про эти знаки общество содействия авиационной химической промышленности допоминаю что они вешались на тех домах в которых жители которые были в состоянии стрелять из ружья назовем их так ну то есть там были конечно какие-то ограничения возрастные должны были сдать нормы гпх 1 степени должен был быть один как минимум значкист гпх 2 степени должен жить в этом доме специалист по герметизации помещений из зданий потому что почему содействие именно авиационной химической промышленности авиационной понятно это очень модная тема а химическая промышленность потому что это в первую мировую войну была применена впервые химическая атака да и вот химия химическое оружие это вот прям такой один из главных как мы сейчас сказали трендов той эпохи и ну и всех всех они должны были быть противогазы и все они должны были уметь ими пользоваться вот на такие дома вешались такие знаки то есть это на самом деле определенный бренд который говорит о том что люди готовы к труду и обороне ну и собственно что какое-то время им пришлось это наглядно доказать а мы сами видите какая тихая тут атмосфера приближаемся к тоже к одному из знаковых веяний той эпохи это жил массив на тракторной улице самый конечно выдающийся жил массив подобного плана я видел в городе иваново или как сейчас принято говорить иванове я все никак не могу перестать я не могу достаешься сказать в купчине да и в иванове я все по старой памяти говорю в иваново но в общем хрен с ним да здесь нас конечно давайте я вот эту книжечку уберу чтобы она мне не мешала привлекать внимание вот это вот арка а точнее полу арка не просто арка а полу арка это действительно находка архитекторов их тут были от их тут было трое да сейчас я найду ты тут это арка тоже присутствует сейчас я найду этот нет тут было прямо правку этому в другом месте прочитаем да ну в общем это архитектор это тоже самое гигела никольский александр никольский мы встретим и симонов здравствуйте вы остановились для нас а а туристов съели до чего они просто ходят и портит воздух мы их едим после экскурсии кровь пьем и совершаем ритуальные действия броским отличительным знаком ансамбля служат оригинальные полуарки соединяющие угловые дома они сообщают оттенок торжественной репрезентативности проходом во дворы это не функциональные элементы воспринимаются как дань классическим мотивам вместе с тем как полемические заостренные опровержения традиционной тектоники легкие и упругие полные силы и движения полуарки словно вонзаются на лету в стены корпусов внося в композицию напряженный динамизм помните что я вам говорил про слово динамику да и динамизм упругий вот это все вот оно вот вы прикиньте если бы я на самом деле я обожаю эту книжку я просто преклоняюсь перед перед кириковым а это один из наших ведущих искусствоведов знатоков истории архитектуры но просто прикиньте если бы я вот так водил и рассказывал о своих экскурсиях или вот так вот я читал бы лекции до меня бы наверно слушали но наверное как бы сказать гораздо меньшая аудитория в чем особенность конкретно вот этого жил массива вы сейчас поймете когда мы выйдем на основную улицу ну квартиры здесь были рассчитаны на значит на одну и две семьи то есть одной семьи было две комнаты и маленькая кухонь к а у двух семей была общая кухня у каждой тоже по две комнаты дело в том что вот сейчас как раз хорошо видно солнце падает вот отсюда это солнечная сторона и вы видите что вот обратите внимание на фактуру здесь ну конечно архитекторами предполагаете гребаные лоджии которыми наши советские люди обожали свои балконы и прочее вообще спасибо украшать и вот здесь вот вы видите что вот эти лестничные пролеты вот они здесь вот с этой стороны а здесь их нету они там с той стороны то есть по логике например классицизма все должно быть наоборот то есть вот они должны быть симметрично они вот как бы повторяют хотя вот мы вышли на улицу которую фланкируют эти дома почему так сделано как раз исходя из законов инсоляции то есть они поставили во главу угла комфорт конечно же людей которые должен был быть связан еще и с правильным освещением квартир что еще мы интересного можем почерпнуть из здешнего описания ну во первых я поставлю сейчас несколько фотографий как эта улица выглядела когда еще здесь не было вот этих разросшихся деревьев да когда он только был построен концепция кстати было все то же самое эти жилмассивы должны были быть при заводах здесь видите были задуманы даже вот такие вот скамеечки сейчас это превращено в урны эту историю мы с вами еще увидим на примере школы имени десятилетия октября вот и это такой через четыре года здесь будет город сад малоэтажная застройка хочу подчеркнуть это вам не наши блин человейники по 24 этажа с кучей студии с отсутствием какой бы то ни было инфраструктуры и всем остальным здесь он сразу же через дорогу строила школа сейчас мы с вами ее за деревьями не увидим да но я вам когда мы выйдем туда я вам покажу фотографию которая сделана прямо из-под арки это мой перспектива прекрасно видно сколько я хожу здесь только здесь стоит вот этот вот прекрасный автомобиль на кирпичиках ну наверное стоять будет еще дольше тем не менее обратите внимание вот здесь вот конкретно лифтовые шафты от бомбоубежищ они вот более-менее стилизованы друг подруга лифт господи вент шахты от бомбоубежищ но бывает люди которые вот первый раз видят это видео конечно будут ерничать но те кто меня постоянно смотрят и знают что я постоянно оговариваюсь к сожалению потому что голова как мясорубка перелопачивает огромное количество контента я даже знаете что сейчас попробую соорудить найти эту фотографию здесь в этой книжке и прямо ее вам а да вот это прямо вам не подставить то есть мы вот подошли как раз к этому месту смотрите вот эта арка вот эта фотка вот она прямо вот так вот да вот там выглядывает соответственно но это надо вот отсюда скорее всего деревья мешают ну и слава богу что мешают да вот так но что есть обращать на себя внимание ребятки это вот это вот оленицы дров видите да то есть несмотря на то что вроде как уже время после революционная технологии то они все равно остаются прежними вот и это был конечно прорыв для той эпохи и мы с вами выходим вот посмотрите на какой простор совершенно потрясающий здесь мы сейчас с вами затронем имя фамилию еще одного человека вот отсюда открывается замечательная перспектива но мы ее еще видим на вот эти триумфальные ворота я поставлю две фотографии которые надо было поставить чуть пораньше но тем не менее вот снятый вот в ту сторону во первых вы видите что в одном из домов было пивная но во вторых идут наши солдаты возвращаются сорок пятом году ибо что я кстати забыл здесь вам сказать и поставить это постройка дотов и баррикад которые делались в сорок первом году вот моя бабушка например саша шура она тем же самым занималась только на международном проспекте на московском проспекте нашла жила на детскость мало диска сельском проспекте я там обязательно сниму проходку меня там местные маршрутов по семенцам вот это была нормальная история потому что вот там в ту сторону все тут уже два шага и уже фронт то есть там чуть дальше кировский завод из кировского завода как вы знаете танки выходили с камера и отправлялись прямо на фронт а еще здесь прямо здесь потрясающая фотография тоже 90-е года обратите внимание какое прекрасное сочетание цветов какая элегантная пластиковая мебель ну то есть вот это вот все что мы тогда любили в дизайн код той эпохи если мы посмотрим эту сторону на сергея мироновича кирова то я опять-таки подставлю сейчас фотографию военного времени памятник был забран в леса это собственно касалось не только этого памятника большинство чайка жрет голубы чайка жрет и ко если там лежала дохлая кошка она бы и дохлую кошку бы лежала жрала об этом сказано моем романе корень один из героев произносит эту фразу что что у нас про чаек все вот думают как вот чайка по имени ленинстон очень популярная книжка на самом деле это хищники вполне себе вернемся к нашим историям была забрана на самом деле в леса и за ним конечно же открывается потрясающая перспектива на произведение ноя троцкого ноябрович троцкий построивший вот этот вот здание гировского линсовета как его в советском союзе называли сейчас я кстати покажу фотографии где вот этого дома еще нет вся эта перспектива показана и я вам хочу показать еще одну книжку но эта книжка на самом деле в отличие вот от этой на который кстати много кто ссылается она известна вот это лев ильин бусырева или бусырева я не знаю как правильно фамилия произносит она к сожалению уже все была в мир иной екатерина петровна искусствовед выпускница исторического факультета ленинградского государства университета ну и поскольку она сотрудник государственного музея истории ленинграда то собственно там эта книжка была издана она издана всего тиражом полторы тысячи экземпляров конечно предназначены таких задротов как я которым надо вот обязательно копать поглубже и она рассказывает про архитектор льва ильина вот видите здесь прямо на обложке вот такие элементы показаны сожалению вот этой фотографии этого плана я в интернетах не нашел сканировать я это не хочу потому что неудобно вот посмотрите дело в том что вот это это нарвские ворота это изначальный план который разработал ильин вот этот элемент он вынесен вот сюда на обложку у нас видите это он это изначальный план который разрабатывал лин когда вот этого ничего не было то есть он предполагал что вот так будет развиваться город тут еще нету никакой станции метро тут еще ничего нету это все только планируется мы даже не догадываемся что в нашем городе такие элементы как марсово поле как стрелка васильского острова как вот эта площадь как еще огромное количество пространств было на самом деле распланировано изначально вот этим замечательным человеком который занимал пост главного архитектора ленинграда например когда он разрабатывал и вот просто чтобы вас немножко погрузить в контекст буквально смотрите планировочная работа значит было были созданы такие отделы как естественно исторический промышленно-экономические транспортные благоустройства я общее 5 отделов каждый делился на группы включивший себя до 260 вопросов разного объема то есть они каждому стали 260 вопросов на которые нужно было дать 200 ответов для того чтобы правильно город развивался и например последняя геодезическая детальная но геодезическая съемка была сделана в 1828 году это известный план шуберта и с тех пор эта съемка не производилась то есть очень многие на самом деле карты они потеряли свою актуальность ну по части детализации как какой-то и вот фомин вы за миссии лин он соответственно распорядился эту геодезическую съемку сделать она была произведена причем достаточно в сжатые сроки и это позволило разработать вот планы соответственно развития города которые конечно потом менялись но основу его развитие заложил именно он ну его команда безусловно а вот это вот дивное произведение архитектурного искусства я вам сейчас подставлю фотографию на которой вы видите во первых дивную надпись про пролетарскую диктатуру было ли советском союзе диктатуры да конечно же нет а все что написано на фотографиях то эпохи это все бред сивой кобылы и ложь и провокация это раз но а во вторых обратите внимание что на некоторых фотографиях вот там на таком своеобразном атики располагается скульптура потом ее убрали для чего троцкий поместил эту скульптуру которая на самом деле была конечно там не объективно говоря не пришли кобыль хвост потому что главный вход этого здания он ориентирован по центральной оси с триумфальными воротами стасова и там видите наверху поскольку это клотовская соответственно композиция композиция ну я имею ввиду ну господи подставлю ну понятно да тут они должны были перекликаться эти два элемента но согласимся что конечно же не очень здесь она не подходит и вот это вот полукруглый объем опять-таки нас отсылает к силовой башни мендельсона и если мы посмотрим например на здание нкпс в москве до народного комиссариата путей сообщения как раз таки уже не елена а фомина если мы посмотрим на нереализованный проект декалин совета построенного по проекту евгения адольфовича левенсона потому что ему там я рассказывал выпуски где хожу с оранжи маракесом ему там к сожалению приказали отпилить вот эту башню и соответственно здание потеряла вот свой вот этот вот конструктивистка функционалистский характер то мы увидим много общего с тем что представлено здесь опять-таки здесь у нас деревья не все не все элементы видны но мы сейчас их рассмотрим тем не менее открываем уже другую книжку другого искусствоведа и здесь я хочу вам конкретно про это здание вот зачитать следующее высотный акцент сохранился но был значительно облегчен и звенут к западу ближе к улице стачек мы к ней сейчас направляемся в этой тонкой игле пронзающие небо угадывались реминисценции средневековых ратушных построек что создавало едва уловимый ореол романтичности я вас подготовил к правильному искусствоведческому восприятию этого ну безусловно одного из лучшего а по мнению некоторых историков лучшего строения в стиле конструктивизм которое было возведено в нашем городе про какую вот эту вот романтичность и ратушу идет речь вот про вот эту вот башню да и собственно именно поэтому я вам и предлагал ознакомиться с двумя проектами фоминским или венсонским потому что вот ну вот грубо говоря вот этот конструкция до сочленение вертикального горизонтального это типичная конструктивистская за выражаясь высоким штилем фишка если у нас сохранился еще один декоративный элемент видите серп и молот вообще конечно при конструктивизме такие вещи непозволительно потому что нам не нужны никакие украшательства мы здание оно должно было определять своей формой функцию которому она функцию которым она служит и вот эти вот фентифлюшки вот эти вот барельефчики разводы украшательства это уже показатель того что время приближалось к 30-м годам когда намечался перелом архитектуре и когда есть середович сталин сказал что вы знаете в жопу ваш авангард и все эти ваши значит выпендрежи давайте-ка вернемся к карлу ивановичу росси и собственно будем на него ориентироваться кстати надо сказать что но и троцкий который у нас в городе построил например ну большой дом всем известный на литийном 4 да он же например дополнил здание на площади искусств которая построена абсолютно в стиле росевском да он подстроился под под него точно так же как александр брилов подстроился под россии на дворцовой площади здание которое стоит между зимним дворцом и главным штабом вот там находится у нас сад 9 января куда мы не пойдем потому что это не ходит сегодня в рамки нашего рассказа у меня есть отдельная лекция про папа гапона про рутенберга который у вас сначала спас а потом убил повесил у нас тут в нынешних озерках благополучно возвращаемся соответственно к этой теме завис я вспомнил про ноя троцкого замечательную историю который я услышал документальном фильме на пятом канале ну кстати это это не про 5 канал это вообще известная история ну как бы вы же понимаете каково было работать человеку с фамилией троцкий после того как лев давыдович давыдович давидович стал абсолютно рукопожатным да и даже до того как ему ледорубом прилетела в мексике троцкому неоднократно предлагали ну как-нибудь видоизменить фамилию какой например стать не троцким да или там тронским но он отвечал логично что типа почему я должен менять свою собственную фамилию вот как бы этот прекрасный человек у него же это псевдоним вот пусть он соответственно свою фамилию оставит а псевдонима избавиться а я со своей фамилии родился со своей фамилии умру и надо сказать что несмотря на всю идиотию некоторых там истории став сталинскую эпоху вот троцкого это не касалось он действительно поймал свою волну построил массу выдающихся зданий конечно же комплекс на московской площади заслуживает внимание переходим улицу здесь кстати тоже хочу показать пару фотографий вот отсюда совершенно феноменальная перспектива вообще вот это вот огромная площадь это конечно заслуга столкновение и концептуальное столкновение ильина и троцкого потому что ильин на самом деле он хоть он да он предполагал здесь такую площадь но он хотел ее сделать более граммой ну не гармоничный более квадратный скажем так да троцкий настаивал на том чтобы ее расширить чтобы вот было вот это зрительное соотношение его центрального входа с нарбскими воротами в итоге мы имеем до сих пор здесь такой сногсшибательный пример незастроенного пространства а представляете сколько можно было бы там впаять бизнес-центров а торговый комплекс какой замечательный из стекла бетона говна и пластика можно было бы туда сделать это же потрясающе здесь нас ждет очередное бомбоубежище большое-пребольшое использующиеся по назначению зимой когда с него дети катаются на санках все бомбоубежища служили таким образом а мы с вами потихонечку приближаемся к еще одной постройке по проекту александра никольского которая была точно так же как и дк имени кирова возведена к десятилетию победы октября над клятым царским режимом речь идет про школу имени десятилетия октября она была экспериментальна во всех отношениях она была экспериментальной и с точки зрения архитектуры мы сейчас в этом убедимся но она была еще экспериментальной с точки зрения обучения там использовался так называемый бригадный лабораторный метод если вкратце не вдаваться ни там в подробности в чем он заключался в том что старшие классы учат младшие а перед учителями они отчитываются там раз в какую-то единицу времени допустим раз в неделю это было нужно во первых для создания некого коллективного разума во вторых для того чтобы ковать изначально управленческие кадры ну и экономить соответственно усилия учителей вот это здание она очень странно имеет конфигурацию естественно здесь точно так же присутствует зубодробительное описание которое я конечно же вам зачитаю а также но давай мы покажем сначала с этой стороны а потом пройдем во двор как же без этого же 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 вот кстати смотрите не гипертрофированные бесконечные полосы остекленения звучат гимном ленточному окну это про здание гимн ленточному окну тоже прекрасно считаем так где наша школа это баня до которой мы не пойдем вот она школа так но мы ну ладно давай пройдем хрен стена да здесь конечно меня под попал вновь я много чего читал своей жизни но даже меня эта фраза потрясла вот обратите внимание вот этот вот объем трехэтажный и здесь вот три окна три окна три окна это на самом деле классы это стандартное такое дробление которое было введено тогда и потом она перекочевала в во множество по множество до построек именно школьного характера школа это она замыкала как бы перспективу тракторные улицы по которой мы только что ходили сейчас опять-таки за деревьями это не все так видно вот значит вот этот корпус изогнутый тоже видите значит лестничный пролет и три окна лестничный пролет три окна три окна это у нас соответственно классы только единственное что здесь классы ориентированы на эту сторону на солнечную а там класса наоборот ориентирована ту сторону потому что там солнце то есть опять-таки все очень хитро повернуто по законам инсоляции и так следует особо отметить весомую телесность форм пристрастия к револинейным объемом проявившиеся на ранней стадии ленинградского авангарда лаконичные фасады включают только функциональные элементы вот это вот весомая телесность форм это надо конечно заметить запомнить произведение никольского деляется пластичностью и динамикой композиции подчеркнутой асимметрией и острым сочленением частей активным силуэтом не просто силуэт он активный силуэт ну вот весомная телесность объемов значит корпус такой полукружие и там еще такое круглое навершие получается в виде ну видим сейчас этот корпус там сосредоточена была библиотека актовый зал и столовая а к ней еще пристроен отдельный спортивный зал с высоты птичьего полета эта школа должна была смотреться как терпом молот ну это уже как бы так сказать ноу коменс но тем не менее зацените полет фантазии и масштабы задумок надо сказать что вот этот бригадный лабораторный метод себя не оправдал и он функционировал не так долго потом эта школа уже снова вошла в тело стандартной образовательной программы кстати выйдем ли мы с той стороны до выйдем то есть здесь да вот я говорил здесь классы наоборот с этой на эту сторону ориентированы ну и одним из феноменальных совершенно элементов этого строения является то что здесь была оборудованная обсерватория ко мне на экскурсию приходил человек который учился в этой школе ну уже такой в годах я-то старенький вот не глеб не такой сделал не глеб другой сделал вообще другой глеб такого не сделал бы дети 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 да вы кстати говорят что глеб такой же сделал чем-то мне рассказывал про 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 человека который да и он говорил что уже никакая там конечно обсерватория не работала вы ях это только только так сша дай мячик кинуть попробовать а конечно смотрите да не быть мне баскетболистом да ну давай не 3 3 до я говорю мое это футбол православный канал спас спас православный канал спас это что они услышали обратите внимание это здание на смысле этот корпус под скультур это спортивный зал но здесь вот предполагались опять-таки те же самые скамеечки помните на тракторной улице да они были но сплыли но что еще конечно это вот эта эмблема то есть здесь мы видим ну понятно ракетка гантели но на кой хер тут дался серп и молот но вот понимаете ленинский план монументальной пропаганды с которой все началось он предполагал вот стандартный современный рекламный пиар метод с помощью которого людям на каждом углу в каждом удобном случае вдалбливались определенные принципиально новые символы да потому что до этого главными символами конечно были символы связанные с христианством с православием это там кресты и все такое прочее то вот сейчас мы насаждаем совершенно новые новую атрибутику и где как не в школе именно имени десятилетия октября она была точно так же как и дк построена в двадцать седьмом году это делать то есть я часто говорю например почему основной снос церквей случился не сразу после революции а вот уже при сталине потому что нужно было время чтобы подготовить ну хотя бы хотя бы одно поколение воспитаны на новых каких-то знаках на новых уста устоях и вот когда это поколение уже народилась тогда можно было спокойно церкви сносить потому что когда ты обучаешь людей грамоте ты можешь это делать на букварях собственного изготовления а в эти буквари идеально можно вставлять то что тебе нужно мы тем временем идем к еще одному знаковому объекту эпохи конструктивизма авангарда это ну потом это стал называться кировский универмаг но включает он себя еще конечно же фабрику кухню причем крупнейшую фабрику кухни функционировавшую у нас на территории ленинграда и одну из первых значит опять таки я в принципе про одну из фабрик кухонь рассказывал во время экскурсии по местам нобелей это неподалеку от станции метро лесная она располагается значит до революции ну во первых как правило нет холодильников у вас но если вы тем более не там человек средний класс плюс да буржуа какой-нибудь холодильник у вас нет вы храните свою пищу там какую-нибудь не знаю там картошку на сале вы можете там на третий день разогревать представляете вот такая вот погода и она она просто портится то есть на самом деле домашнее приготовление блюд она помимо всего прочего было чревато пищевыми отравлениями то есть и так у нас всякие там эпидемии холеры и всего прочего кстати вот между прочим фабрику нарские ворота ведь и страст конечно а есть места такие где такие гребни отращивают а потом насаживают в петушатники да петушатники да только пет только петушатники так могут конечно только нормальные парни ходят без гребней они все такие смелые и сильные из пивасика варага держишь игры ну давай про петушатник ну ладно мы добрые мы добрые мы позитивно настроены я с этими людьми пожил в коммуналках и больше не хочу их трогать тем более трогать их бесполезно друзья мы невозможно с собой таскать весь арсенал того что есть у меня например вот эти вот журналы ну вы же понимаете да купил на алип ру и надо сказать что стоили они не не то чтобы прям дешево но и не запредельная цена у них была любой архитектурный задрот может позволить себе вот буквально первый же номер открываем и что мы видим это памятник владимировичу ленину я буду это использовать когда буду водить экскурсию в смысле я уже водил неоднократно когда буду снимать от финляндского вокзала до крестов то есть памятник стоит ближе к самому финляндскому вокзалу причем он еще старый не шестьдесятых годов постройки не советским модернизм во втором например если говорить про это мой новый житель мусе ее зовут потому что мы икуны съехали в другое место ну вот посмотрите на человек этот скоро уйдет из повестки останется только владимир лишь ленин тут у нас яфановский проект большого дворца ну и вообще здесь огромная статья посвященная этому конкурсу в москве вот например да зикурат чистой воды вот но нас интересует не этот номер а вот 3 я здесь например увидел совершенно вот я этого не знал представляете это проект реконструкции сенной площади то есть вот там планировали вот такую сделать колонну да вот так вот стена площадь выглядела раньше это по проекту китнера у нас были павильоны там спасно стеной которые снесли и теперь там стоит станция метрополитена ну то есть этого ничего нет конечно же да но вот так вот она им виделась и здесь же в этом же номере есть статья специальная которая так называется кировская площадь ну понимаете что очень сложно сканировать эти схемы не повредив журнал но вот этот план он в принципе был осуществлен вот школа находится вот здесь эта тракторная улица ворота дк метро еще нет здесь есть чудесная фотография сидят счастливые люди на фоне свеженького отстроенного дк и вот аксонометрический план кирову но есть у меня еще вот такая вот брошюрка точно также купленная в петропавловке к выставке она была приуроченная на эту выставку ходил собственно здесь есть масса всевозможных его опять таки вот надо чтобы так чтобы не отсвечивала вот план путиловского района тоже эта брошюрка нам еще потребуется вот ну соответственно лучше так чем в какой-то бешеной атмосфере проходочки которая продолжается нарвские ворота строились в ковид в эпоху холеры холерных бунтов и несмотря на это никаких там самоизоляции не соблюдалось более того количество строителей только увеличилось вот оно это здание фабрики кухни вот именно с этой стороны присутствует значит более того сейчас поставлю две фотографии одна из них демонстрирует вам помещение столовой а вторая фотография демонстрирует вам помещение где готовили обеды то есть первое это исключить массовые заболевания массовое отравление второе это конечно освободить женщину от рабского труда вот этого кухонного до высвободить ее и еще подспудно это нужно было для того чтобы у людей и в принципе появилось гораздо больше времени чтобы они гораздо больше времени могли уделять и в том числе производству которое было необходимо молодой стране советов ну и плюс соответственно здесь готовили в промышленных масштабах обеды для производств то есть вообще вот то что сейчас для нас является общим местом все вот это кулинария да вот это вы приходите там какие-то готовые обеды вот тогда это был конечно прорыв башки то есть до революции рабочий не мог представить что он может прийти в столовую и съесть просто столовую съесть ну за какие-то приемлемые деньги какую-то вкусную пищу здесь у нас показано вот это вот церковь которая стояла на этом месте на принципе мог бы подставить картинку но тем не менее вот она она же вот видите навские ворота торчат а вот эта церковь вот она же болдерский переулок вот она уже без колокольня да а вот типичная рабочая слабада прикиньте так вот это все выглядело на красиво вот тоже очень хорошая фотография да вот там вот школа виднеется вот мы можем ее опознать по вот этой как раз башни обсерватории то есть представьте какая красота неземная на пойдем к сожалению опять-таки потом проект был и испоганен в наше время поскольку наверху предполагался открытая веранда где люди взявшие обед могли вот в такую особенно погоду есть и это было очень круто пока я посмотрю на начал здесь вот очень хорошие фотографии вот на на эту сторону и есть потрясающая фотография на ту сторону обратите внимание что вообще здесь когда-то стал памятник вот-вот ленину здесь виден во-первых его силуэт причем он стоит в такой позе как будто козу показывает и если вы встанет водой на эту точку то мы увидим вот этот бронмауэр с нашим прекрасным парнем ну здесь в общем такого прямо огненного я ничего не нашел тоже там найти что-нибудь такая упругая динамика тектоника и все остальное да все какие-то более-менее уже понятные нам здесь раскрыт богатый спектр выразительных средств конструктивизма какой что-то у нас тут просто сегодня какие-то очень агрессивные люди живут свободное сочетание крупных форм резкая асимметрия частей форсированный ритм горизонтали и вертикали столкновение и всечение прямоугольных и округлых объемов контрасты глухих бетонных и прозрачных стеклянных поверхностей разнообразие типов окон все эти особенности ясно выражают внутреннюю структуру и в то же время подчеркивают самоценность об образной экспрессии на самоценность образной экспрессии я сломался ну вот как бы писать книжки но это ладно на русском языке у меня есть еще книжки словеческие на английском языке вот особенно серии тошен но это я хочу вам сказать застрелиться не встать да то есть вот их читаешь то есть ты сначала читаешь их по-английски ты их переводишь на русский сначала пытаешься понять что они по-русски как бы пытались сказать а потом соответственно возвращаешься к английской речи но это интересно на самом деле как принято ну вот не моим языком да от которого боюсь маэстро кириков бы не выдержал бы и двух минут а вот таким высоким искусствоведческим штилем вот здесь очень интересная была постройка находилось здание где можно было купить вот такой не секонд-хенд конечно да то есть сюда приносили дешевые товары которые здесь можно было за дешево купить в том числе одежду это ветеранская затея ну а если мы вообще посмотрим вот на эту площадь который мы потихонечку вернулись сверху то мы увидим что во первых еще нету никакой станции метрополитена ну и в принципе на самом деле есть фотографии еще аж 1160-х годов которые показывают эту местность абсолютно в ином плане я опять завис сейчас я перезагружу компьютер в башке и мы с вами продолжим вот собственно в чем была цель нашей прогулки ну во первых показать вам вот меня часто обвиняют в том что у меня очень у меня речь наполненная сорными всякими словами словами паразитами жаргонизмами и так далее дело в том что друзья мои я с вами разговариваю точно так же как я разговариваю обычной жизни я не хочу ни под кого подстраиваться мне хочется быть но мне не так комфортно и вот практика показывает это кстати один из главных тезисов которые я потом собираюсь продвигать там вот своих вебинарах вашим экскурсантам комфортно тогда когда комфортно вам кому-то комфортно на самом деле вот это вот тектоник тектоника экспрессе там чего я что-то позабыл да кому-то комфортно так ради бога но это соответственно правильно определенную публику а другая публика давай сюда нырнем это уже кстати часть другого маршрута моего смесь завершаем но так мы с той стороны проходим когда по проходным дворам панажки гуляем вот но я все-таки как у меня сказано моей группе вконтакте у меня экскурсии для людей до для ну простых я имею ввиду простых ну не как бы не то чтобы они там из деревни приехали хотя мне постоянно плевать куда они приехали откуда они приехали но просто я по своему опыту знаю что когда-то я например понятия не имел что такой каринский ордер и когда читал в какой-то книжке портик каринского ордера я не понимал о чем идет речь вот реально да и я убеждаюсь постоянно во время экскурсии когда за какие-то элементарные вопросы и говорю а кто вообще понимает о чем идет речь ну честно но мы все свои и выясняется что на самом деле ну иногда большая часть аудитории она не понимает а надо сказать что люди все-таки все на экскурсию на то есть они уже прошли определенный фильтр то есть это не его не не вот эти вот как они не они да да мы сейчас вот сюда зайдем здесь есть элемент на самом деле я когда о наконец этот флигель смотрите как привели в порядок и вот долгое время ремонтировали и вот собственно вот оно стало а вот оно было почувствуйте разницу здесь есть уже знаем три таких элементов питере причем два остальных подсказали мне мои экскурсанты а этот я нашел сам я когда его увидел я решил что собственно надо вот видите написано убежище здесь когда-то была лампочка и она подсвечивала да а ты уверен что это панк может это не панк ну логично в принципе на вы знаете что это такое да да а вы знаете где находится никогда не никогда не интересовались ну логично в подвале находится ну находилось да ну собственно пойдем здесь пройдем сквозь у нас есть много проходные дворы у нас проходные парадные подъезды тут сайте смотрите плитка еще девуляционная осталась редчайший элемент как вам сейчас сказали аккуратно советской урбанистики да и вуаля мы вышли опять на улицу и сейчас мы опять нырнем во двор я когда это увидел я понял надо сделать маршрут я просто вот ради этой штуки я его сделал и учитывая то что там сейчас отремонтировали флигель я предполагаю что возможно в дальнейшем они отремонтируют и сам этот дом и конечно же они и они нахрен эту штуку выкинут и у меня вот поральная дилемма которую я я даже этот вопрос задавался им экскурсантам ну то есть может быть снять ее и у себя дома хранить с другой стороны но она хрен на какой хрен она у меня дома то есть это же ну как по идее это музейный экспонат да то есть у меня надо думать будет точно также пылиться очень короче мне жалко мне реально жалко эту штуку которая явно похерится есть еще две одну из них я совершенно точно покажу в будущем потому что у меня запланирована съемка я там уже два раза водил маршрут по петроградке он называется там тоже проходные дворы из кинхеда кстати потому что мы там проходим печально известное общежитие номер четыре который до сих пор функцилирует где учатся иностранные студенты ну а поскольку это училище при медицинской академии то там очень много иностранных студентов там кто из индии кто из африки кто из вьетнама и и так далее ну и в общем я рассказываю что там происходило в 90 годах вот поэтому напишите чего как поступить оставить забить снять снять а какой музей в какую в какую дано какой на хрена это им все надо это история петербурга а сейчас то что не вошло в наш боевик фотографии и все остальное что я просто не успел вставить в рамках моей проходки ну что безусловно будет вызывать ваш интерес если вы смотрите это видео например вот это самое дыка имени горького обратите внимание что с правой стороны виднеется экспрессионная конструкция который я рассказывал а еще правее бронмауэр на котором висит чудеснейшая реклама лучший подарок заботливых родителей срочный вклад на имя ребенка во имя его совершеннолетия как это не бьется с изначальными идеями военного коммунизма и вообще с методами накопления буржуйское мещанского капитала эта фотография сделана с крыши школы и вы можете наблюдать тракторную улицу в ее первозданном виде обратите внимание что деревьев разросшихся еще нет ну а с правой стороны та самая арка из которой я вам показывал обратный кадр помните там была поленница а позади еще правее и в глубине вполне еще себе такая заводская слобода это возведение баррикад уже у самой школы и точно также хочу обратить ваше внимание на типичные бумажные рисунки на окнах характерная деталь блокадного ленинграда да и вообще любых городов во время войны это предпринималось для того чтобы взрывной волной стекла не выносила восстановительные работы уже после войны на крыше этой самой школы бригада рабочих кировского завода ремонтирует здание школы номер 384 это 1946 год на заднем плане отчетливо видны нарвские ворота а вот так фантастически выглядел современный кировский универмаг вот каким красивым и эстетичным может быть конструктивизм его первозданном виде возвращаемся в дк горький отрывок из советского фильма день солнца и дождя ну такой нравоучительный фильм в котором некий не очень хороший ученик соблазняется типичного ботана чтобы сбежать с уроков и бродить по городу фильм 60-х годов и город надо признаться пребывает в ужаснейшем виде не все еще успели восстановить фасады просто застрелиться ну вот если хотите найдите посмотрите для нас же конкретно интересно вот этого сцена на ступенях кинотеатра который здесь функционировал в то время чему свидетельством служит например вот эта афиша тут реально пахнуло детством потому что я чуть ли помню эти утренние сеансы исключительно для маленьких весь набор моего детства всадник без головы садко жизненно удивительные приключения робинзона круза сеансы как вы видите начинались в 11 часов утра а вот чудеснейшая фотография достижения нашей легкой промышленности большинство из этих достижений простым людям были просто недоступны но зато хоть вот на таких выставках это можно было наблюдать или ждать того момента как была такая фраза выкинули на прилавке да это какую-то партию не знаю там каких-нибудь австрийских сапог допустим ну либо чего-то что действительно является достижением отечественной трикотажной промышленности ну а вот фотография выставки в дк горького про нарскую заставу опять-таки с правой стороны наш любимый хороший который в какой-то момент перестал быть и любимым и хорошим и наконец совершенно улетнейшая подборка на проспекте статчик посвящена очередной пятилетки на то что написано можно вообще не обращать внимание потому что к сожалению на тот момент уже идея пятилеток потеряла такой сталинский накал вот советский журнал крокодил очень много карикатур на эту тему помещал на своих страницах но я хочу обратить ваше внимание на обалденнейшую инфографику то есть это ну такой довольно достойный дизайн что в очередной раз говорит что в советском союзе был конечно же огромный потенциал в этой сфере единственное что дизайнером и графиком той эпохи в основном приходилось тратить свой талант вот на подобные пропагандистские клише но еще раз если абстрагироваться от сути и посмотреть только на форму то это прям ну огонь мне лично очень нравится друзья мои я вот по традиции вам хочу напомнить следующее что у меня есть книжки не только это не мои книжки я таких не пишу мог бы на самом деле да но но зачем не хочу про упругие дуги и про динамичные экспрессию и про тектонику архитектурных масс не хочу могу но не хочу вот хотя конечно кто-то напишет да и не можешь окей не могу я пишу книжки вот такие да здесь нет никто не чего ты мне сказала она что-то мне приходит предложить это на что она отреагировала сейчас мы посмотрим на что она отреагировала я не пользуюсь этой штукой она уже куда-то сгинула значит здесь нет тектоники масс здесь нормальный русский язык причем очень легко читается очень богатая вот кстати пожалуйста да здравствует совет рабочих солдатских депутатов это еще до октябрьского переворота до октябрьской революции фотография очень хорошие отзывы покупается в лед да да уже третий тираж расходится надеюсь да продам тоже знаковая уже книжка стала про первое время русско-японской войны если вы хотите вот как раз таки вот это я вам рассказывал про пиара в пропаганда в архитектуре а если посмотреть как пропаганда сми хоть и столетней давности то вот будет очень полезно потому что методы на самом деле одни и те же они не поменялись поменялись каналы информации ну там всякие соцсети интернет и так далее а методы не поменялись ну и вот к вопросу об этом шара и прочее вот здесь тоже кстати немножко об этом сказано это мой остросоциальный роман корень про конец 90-х начала нулевых годов экскурсии идут у нас четверга по воскресенье четверг пятницу они идут 8 часов вечера в субботу в воскресенье либо в 2 либо в 6 часов вечера эти кстати книжки можно купить как у меня на сайте так и после экскурсии в этом случае я их подписываю так что пишите ваши комментарии оставляйте комментарии и пишите комментарии а мне сейчас при всем прикиньте сейчас еще мне буквально через час очередная экскурсия мне еще дольше чем здесь полтора часа с гаком не говорить причем уже перед живой аудитории так что на самом деле это не всегда так просто доставить комментарии все подробности вот там внизу но перед тем как мы попрощаемся естественно вот собственно естественно собственно музыкальный тричок под очередную нашу проходочку вот уже в этом ирокезе чтобы посмотрели как это выглядит в живого возвратилась ко мне прежняя благодать я я оставлю на дне черный якорь лежать ты пройдешь под водой и наткнешься на крюк это якорь стальной ждет тепла твоих рук ждет тепла твоих ждет тепла твоих рук ждет тепла твоих рук ждет тепла твоих рук море дышит и спит якорь стонет и ждет неподвижно решит в толщу неживы нажимается г sett SI групп ждет тепла твоих Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Из морских пучин я взываю к тебе Я как якорь на дне не смогла бы лежать Ждать, когда ты ко мне возвратишься опять Неспособность быть вселяет испуг От неспособности жить без тепла твоих рук 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом все. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока.